Рисуя блестящее экономическое, настоящее и будущее российской экономики, Владимир Путин умолчал о неудобных фактах. Об этом пишут сегодняшние ведомости в своей редакционной статье. Напомню, вчера Путин сказал свое последнее премьерское слово в Госдуме. Россию он назвал единственной европейской страной с профицитным бюджетом, которая в течение двух-трех лет войдет в топ-пятерку крупнейших экономик мира. Причем дальше с Путиным президентом будет только лучше. Однако, пишут ведомости, премьер не стал говорить о рекордной утечке капитала. За его четыре года во главе правительства из России сбежали 338 миллиардов 900 миллионов долларов. Сумма, эквивалентная годовому бюджету. Владимир Путин также гордился победами на демографическом фронте. Однако, по данным Левада-центра, только за три последних года Россию покинули миллион 300 тысяч человек. Причем из них 40% с высшим образованием. Какое реальное экономическое наследство оставляет Путин следующим премьерам, которым, судя по всему, будет Медведев? Обсудим с гостем студии. С нами Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Все-таки, все цифры, которые вчера приводил Владимир Путин, такие достаточно оптимистические, они все подлинные. Правильно я понимаю? Ну, большинство из них, да, конечно. Если не считать ошибок фактических, то, в общем, в основном, конечно, правда. Но почему-то Владимир Путин второй раз повторяет, что в России в 2009 году был не урожай. Хотя там был урожай. Ну, это такая факт. Спичрайтеры написали, он цифру произносит. Все-таки, действительно, мы тут привели два факта. А есть ли еще какие-то факты, которые говорят о том, что Россия может грозить экономической кризисой, что все далеко не так блестяще, как описано? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Мне кажется, что во всем выступлении Владимира Путина отсутствовала одна ключевая цифра – цена на нефть, которая достигла 120 долларов за баррель. Это означает, что каждый год цена вырастает примерно на 15 долларов за баррель. И для российского бюджета это 35-40 миллиардов долларов в год. Вот каждый год российский бюджет дополнительно получает такую маленькую бочечку золотых долларов. И, в принципе, конечно, получая такое вспомоществование от мировой экономики, ну, наверное, можно и пенсии повышать, можно и зарплаты повышать, можно денежные довольствия военнослужащим повышать, можно разрешить управ делами президента за миллион рублей и купить 78 гектар земли в Московской области, где каждый гектар стоит 5 миллионов долларов. Ну, в общем, знаете как, вот имея много денег, можно позволить себе многое. Ну, вот Путин, кстати, вчера сказал, что даже мы имеем настолько сильный резервный фонд, что даже при 70 долларов за баррель экономика удержится на половую, и бюджет будет бездефицитным. Это правда, это правда. Если цена на нефть упадет в среднем до 70 долларов за баррель, то один год российский бюджет продержится. На второй год уже денег не хватит. Вот, понимаете, ведь это правда, действительно, то есть какое-то время бюджет сможет существовать. Я хочу напомнить, что перед кризисом 2008 года министр финансов Кудрин утверждал, что резервного фонда хватит на 10, если не на 15 лет. Его там с трудом хватило на полтора года кризиса, уже оставались там сусеки. Поэтому, когда Владимир Путин считает, что при 70 долларах за баррель он сможет выполнять все свои обязательства до 2018 года, он глубоко ошибается. А вот это умолчание, вот этой утечки мозгов рекордные, да, какие-то невероятные цифры, это что, Путин лукавит или просто он не заметил? Подождите, вы правда считаете, что премьер-министр, победивший президент, выходя на трибуну Госдумы, должен говорить, у нас утечка капитала, у нас 140-ое место по коррупции, у нас 120-ое место в мире... Обычно что-то нужно все-таки, какой-то негатив небольшой все-таки озвучить, чтобы был паритет. Ну, там есть негатив. Он сказал же, что 120-ое место в мире по инвестиционной привлекательности, да. Или сказал, что у нас есть коррупция, но мы будем с ней бороться, вот и вся проблема коррупции, да. Нет, он, конечно, там немножко, ну там настолько, даже ложкой дегтя, наверное, назвать нельзя, да, микроскопическая капелька, она есть. Но, мне кажется, это нормальная стилистика выступления для Владимира Путина. Я не сделал ни одной ошибки, все, что я сделал, было правильно. Вы все хорошо живете, потому что я был у власти, и если я буду у власти, дальше все будет хорошо. Его любое выступление построено вот на этих трех камнях. Поэтому, мне кажется, что вот мы выслушали ровно то, что он говорит всегда. Или можно сказать так, что Владимир Путин пришел к своим бандерлогам, да, и Путин, и бандерлоги остались довольны в результате. А вот идея привести минимальный размер оплаты труда к прожительственному минимуму. Одни экономисты говорят, что так и надо, другие говорят, что это грозит крахом всей экономики, потому что при этом социальные расходы возрастут невероятным образом. Что вы думаете? Я думаю, что это игра в цифры, это игра в бухгалтерию бюджета, где, знаете, как наперстничники играют, двигают цифры туда-сюда. Реально это мало что поменяет. При этом, если поднимут минимальный размер оплаты труда до прожительственного минимума, значит, уменьшат пособия, значит, уменьшат надбавки, значит, уменьшат премии и так далее. Сказать, что бюджетники будут получать в разы больше, так не бывает. Но вот в целом, по экономическим показателям, если выражаться словами Света из Иванова, мы, россияне, стали более лучше жить или нет? Ну, по сравнению с 1913 годом, конечно. Нет, вот за время правления Путина, естественно. Нет, ну, конечно, лучше. Ну, конечно, лучше. За время его премьерства. Ну, мне кажется, что несерьезно сравнивать Россию, там, 2000-го года, когда нефть стоила меньше 20 долларов за баррель, и Россию, там, 2012-го года, когда нефть стоит 120 долларов за баррель. Напомню, да, вот каждый, там, доллар, это 2,5 миллиарда долларов. То есть, колоссальные деньги, колоссальный золотой дождь, и, ну, естественно, там, какая-то часть, даже, может быть, не очень маленькая, достается населению. Конечно, мы стали жить лучше. Но только нужно понимать, что цена на нефть не зависит от Владимира Путина. Ну, вот, допустим, экономические траты, о которых говорил Путин в своих многочисленных выступлениях, он встречался с представителями разных социальных групп, и каждый предлагал какой-то кусок пирога. Они, в целом, совместимы с политикой без дефицитного бюджета? Потому что, обещал-то их Путин, а раздавать-то, как премьер-министру, придется Медведеву и министру финансов, который будет при Медведеве. Правильно я понимаю? Да, правильно. То есть, таким образом, Путин заложил, заложил ли Путин мину под правительство Медведева? Ну, я думаю, что если Путин и заложил мину, то он под себя ее заложил. Ну, я думаю, что российскому народу будет тяжело убедить себя в том, что главный не Путин. Да, ведь они уже видели Медведева президентом, Вер Медведев премьер. Ну, все же понимают, кто в стране главный, да? Поэтому, выполнимы ли эти обещания? Да, выполнимы. При бездефицитном бюджете? Да, при бездефицитном бюджете. Если цена на нефть будет расти на 15-20 долларов ежегодно, тогда все складывается. Тогда будет расти? А этого никто не может предсказать. То есть, я сегодня читал последний обзор Международного валютного фонда, как раз прогноз. Они считают, что цена на нефть не будет сильно расти в течение ближайшего десятилетия. Что нам не стоит ожидать повторения 2000-х годов, когда нефть вырастет в 5-6 раз. То есть, фактически, бремя социальных расходов, все и оборонных еще расходов, ляжет на Медведеву. Вот оборонные расходы какие-то совершенно невероятные были анонсированы и на перевооружение армии, и на денежные удовольствия. Вот эти деньги, которые будут выплачены, они же вернутся в экономику, и они вернутся наличными деньгами, они вернутся через Центробанк опять в виде живых денег, которые, как я понимаю, повысят инфляционную нагрузку? Или это неправильный скилл? Ну, смотрите, если доходы бюджета будут формироваться от нефти, то, конечно, инфляционное давление не будет, но не очень сильное. Мне кажется, что ошибка в ваших рассуждениях, Павел, она сводится к тому, что деньги, потраченные на оборону, все целиком вернутся в экономику. Мне кажется, что значительная часть этих денег будет просто украдена и пополнит те 338 миллиардов долларов, которые утекли из России. Потому что бесконтрольный бюджет, бесконтрольные закупки вооружений, бесконтрольное ценообразование, которое все засекречено, и даже депутаты не знают, что сколько стоит, это первый признак того, что деньги будут разворовываться, а не тратиться на пользу экономики. Ну, а в общем, как вы считаете, Медведеву вот с этой стартовой позиции легко будет начинать свое премьерство? Я думаю, что Медведеву будет начинать свое премьерство вообще нелегко, потому что он не занимался практически социально-экономическим вопросом, вот так, в широком комплексе. Он занимался в последние 4 года внешней политикой, оборонной политикой, вопросами судов, юриспруденции. А здесь нужна повседневная, монотонная работа со многим количеством проблем, с которыми Дмитрий Анатольевич раньше не сталкивался. Ему в принципе будет тяжело. Но стартовое наследие, если сравнивать Владимира Путина, образца осени... 2004 года? Я думаю, 2000 года. Я думаю, что Дмитрия Медведева будет легче, чем Владимира Путина в 2000 году. Ну, а правительство-то он сможет собрать? Потому что вон сколько скандалов. И вокруг Шувалова, и вокруг Сечина, и вокруг Фурсенко. Вы правда считаете, что Россия может жить без правительства? Ну, конечно, соберут. Ну, конечно, соберут. Конечно, они вдвоем договорятся о неком наборе кандидатов, которые их устроят обоих. Конечно, сформируют. Будет ли правительство сильным? Посмотрим. Будет ли оно интеллектуально сильным? Увидим. Мне кажется, что сейчас на эту тему гадать бессмысленно, но понятно, что правительство появится. Спасибо. Спасибо вам за этот разговор. С нами в студии был Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики.